Основные объекты парка Зернова, которые подлежат реконструкции, это входная группа напротив стадиона и центральная аллея, продолжением которой станет лестничный спуск по эмире Кисатис. Официально работы здесь стартовали около месяца назад. На территории будущей набережной снят растительный грунт и выполнена предварительная разбивка. Основные работы пока еще не ведутся, не приступали. Не можем пока найти подрядчика. Это на электрику, это не наши профильные работы. Ну и есть у нас сложность с выполнением работы по устройству лестницы, потому что на сегодняшний день пока еще не получено разрешение на валку деревьев. Разрешение на вырубку деревьев может быть получено только в случае стопроцентной оплаты суммы компенсации за уничтожение лесных насаждений. Средства на эти цели из Министерства жилищно-коммунального хозяйства еще не поступили. Скажется ли это на сроках завершения реконструкции, обозначенных в контракте? Представители администрации уверили, что ситуация под контролем. Мы понимаем, что контракт у нас заканчивается 27-11, но учитывая тот опыт, который мы уже получали на предыдущих объектах, работу нужно выполнить в теплый период времени. Набережная реки Сатис будет выложена брусчаткой. К работам при конструкции поймы планируется привлечь ресурсы малого и среднего бизнеса. На берегу появятся спортивные площадки, зона общепита и лодочная станция. При строительстве сохранится естественный берег. Здесь предполагается рубка только тех деревьев, которые будут под эти площадки. Дальше дорожка идет вдоль берега, все остальные деревья, они останутся. Берег будет очень естественный, живой, с деревьями, с тенью. Стадион между 14-й и 16-й школами должен быть реконструирован до начала нового учебного года. Сейчас площадки асфальтируют, устанавливают ограждения, приступают к укладке покрытия из резиновой крошки. Срок сдачи объекта – 1 августа текущего года. Новый стадион перейдет в ведение 16-й школы. Жители микрорайона смогут посещать после того, как будет установлен график для 16-й школы и для 14-й. У нас порядка 900 детей, в 14-й немножко поменьше, поэтому уроки физкультуры нам надо отработать полностью и внеурочные занятия. После реконструкции стадиона между 14-й и 16-й школами планируется обновить спортивные площадки 7-й и 12-й школ. Соответствующие предложения депутаты внесут в бюджет 2020 года. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.